Кукол и мягких игрушек здесь не больше, чем кубков и наград. В розовой комнате принцессы живет Арина Рыболов. Вот была зима, я очень волновалась, я говорила, когда уже поплывок? Этот кубок малышка взяла в первый же год занятий за самую крупную рыбу. Так и поймала азарт. Клевая рыбалка у ней. Были первые соревнования. Там, значит, да, удочку показал, как льет поплывок, когда нужно ее рыбу вытаскивать. Ну и тем самым она начала ловить там, уже там на соревнованиях. Маленького рыболова воспитал отец. Сам он из Краевой Федерации Рыболовного Спорта. Говорит, давно хотел научить дочь рыбачить. Это у нас, мы можем немножко воды добавить, но однисто тоже, чтобы закущать. Опытными движениями девочка мешает не тесто, а прикормку. Каждые выходные юная спортсменка вместе с папой-тренером проводит у водоемов. Все этапы приготовления ребенок проходит сам. Не боится малышка и опарышей. Если ей нужна помощь на берегу, то только удочку забросить. И то иногда. А дальше остается только ждать, когда запрыгает поплавок. Сейчас не повезло. Выбрали мелководье. Не то место. Запуталась. И таких маленьких рыбаков в Крае немало. Большинство из них, конечно, любители. Я думаю, просто, видите, не все же участвуют в соревнованиях. Потому что провести детское соревнование, ну, это достаточно сложно. Во всех направлениях. То есть у нас административный ресурс, так называемый, контроль, нам просто все нервы вымотает. И чтобы детский интерес к рыбалке не пропадал, Руслан вместе с дочкой создал канал на YouTube. Там выкладывают ролики с тренировок и соревнований. Арина, как настоящий корреспондент, ведет рубрику «Буль-буль карасики». Вот мы переступили к перекусу. Здесь уха. И здесь рыбаки наловили матросов. Уха вкусная. Очень вкусная. Кстати, девчачьи увлечения у нее тоже есть. Она занимается художественной гимнастикой. Но и на льду в пуховике и с удочкой Арина чувствует себя настоящей девчонкой. Елена Самарина, Алексей Фризин. День с толком.